В эфире Лидского телевидения информационная программа события. В студии сегодня работает Алексей Водейко. Здравствуйте. Начинаем выпуск с анонса его основных тем. У медицинской сестры из Лиды международная награда. Эльвира Шабанова за развитие инновационных методик медико-социального ухода удостойна медали имени Флоренс Найтингер. Фестиваль молодежных субкультур, велопробег и интерактивные площадки. Неделю молодежи в Лиде завершали громко и весело. Столкнулись две легковушки. На трассе М6 на территории Лидского района в ДТП пострадали три человека. Градус снижен. На Лидчине снят запрет на посещение лесов. Лидчанка Эльвира Шабанова удостоена медали имени Флоренс Найтингейл. Это награда Международного комитета Красного Креста, которая присуждается медицинским сестрам и братьям за исключительную преданность своему делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным как в военное время, так и в мирное. В этом году ко дню медицинской сестры, которая отмечается 12 мая, медалью имени Флоренс Найтингейл, были отмечены 25 медсестер со всего мира. В их числе две представительницы Белорусского общества Красного Креста. Одна из них Эльвира Шабанова. Награда Лидчанка удостоена за развитие инновационных методик медико-социального ухода. Эльвира Шабанова выполнила просьбу своего подопечного, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Попкова. Как только она получит медаль имени Флоренс Найтингейл, сразу же показать ему. Свою Элочку Иван Елисеевич очень любит, ведь она у него и медработник, и помощница. Ветерана 96 лет. Призывного возраста достиг в 1944 году. Просился на передовую, но попал в батальон аэродромного обслуживания. Там ему дали совет. На железной дороге не хватает людей. Хочешь помочь, иди работай на магистраль. Иван Попков так и сделал. Начинал в вагонном депо в Белостоке, затем восстанавливал связь на участке Ломжа-Лапы-Белосток. В послевоенное время тоже был железнодорожником. После выхода на пенсию, когда понадобилась помощь, как и к другим бывшим работникам железной дороги в Лиде, к Ивану Попкову стала приходить медсестра Лидской узловой организации Белорусской железной дороги Белорусского общества Красного Креста. Под опекой Эльвиры Шабановой и ее коллеги Елены Щетининой 20 пожилых людей. Им они оказывают медицинскую помощь и помогают справиться с домашними делами. К Ивану Елисеевичу Эльвира Николаевна приходит практически ежедневно на протяжении семи лет. Интересуется состоянием его здоровья, измеряет давление, температуру помогает по дому. За годы общения Иван Попков и Эльвира Шабанова стали настолько близки, что медали имени Флоренс Найтингейл, которую достойна медсестра, ветеран был очень рад, ведь его Элочка ее заслужила. Мы привыкаем к его отношению. Вы знаете, что и не обращаем практически внимания. А ведь человек заслуженный, правда? Общаемся, встречаемся, да и окружающие. Привыкает человек понимать к этому, а ведь признание международное. Я бы таким людям при жизни ставил памятник. Душевный, отзывчивый и внешне обаятельный. Практически каждый день встречается. И я бы, конечно, не завидовал, а радовался тому, что вот признание такое. У меня супруга лежала не транспортабельно. Надо сменить велье, все. Кто это сделал бы, если не она? Другой бы сказал, в больницу, никуда дом престарелых отдай. А она вот, видите, до последней минуты смотрела. Где вы найдете такого человека, отзывчивого? Трудно найти. И дай Бог ей здоровья. И еще непосреднюю награду и уважение всех окружающих. Из дома Ивана Попкова медицинская сестра Красного Креста спешит к другим подопечным. Сегодня это Мария Тарашкевич. Ей 84 года. Она инвалид второй группы. Последние два года Мария Ивановна не представляет, как бы справлялась без своей помощницы. Она, как и Иван Попков, считает, что такие люди, как Эльвира Шабанова, достойны самых высоких наград. Элочка у меня как своя собственная то ли дочь, то ли внучка. Я уже не знаю, как их и называть. Она у меня и нянька, и снабженец. Другой раз, что надо, и уберет. И приходит всегда. Ну, побольше надо таких. Вот. Но тяжело нам старым. Еще когда внучка была жива, Элла к нам ходила, тогда нас двое было. А уже вот больше двух лет, как ее нету, я осталась одна. Ну, и слава богу, что Элла не бросает меня. Приходит, помогает. Для тех, кто работает в медицине, сейчас нужны награды. И не только награды. Потому что, ну, такая жизнь у нас теперь. И если б не Элла, то уже меня б и не было. Сколько раз она меня в больницу отправляла. Придет, я вроде и чувствую себя нормально. А она придет, посмотрит и говорит, нет, будем вызывать скорую. И уже в прошлом году, в ноябре месяце, завезли меня туда. Я сказала, что не буду в больницу ложиться. Они сказали, мы только снимок снимаем. А туда как привезли, мы оставили уже с короной. Молодец. Что заслуженно ей дали, то заслуженно. И надо, надо давать. Таким людям надо помогать. И в жизни, и во всем. У Эльвиры Шабановой девять подопечных. Двое из них лежачие. К тем, кто требует постоянного ухода медсестра, приходит ежедневно. К остальным наведывается два либо три раза в неделю. В зависимости от тяжести их состояния. И в таком темпе Эльвира Николаевна работает уже 32 года. Пришла в Литскую узловую организацию Белорусской железной дороги Белорусского общества Красного Креста молодой медсестрой и осталась на всю жизнь. Сегодня менять место работы, а уж тем более профессию, она не собирается. Да и к подопечным своим привыкла. Как их сейчас оставить? Ты идешь, ты думаешь, как строить беседу, как у человека, нужно же доверие у него вызвать, чтобы тебе доверяли. Ну, конечно, нарабатывать вот это все очень сложно. А потом уже, когда ты видишь, что нашел подход к человеку, видишь его какие-то черты характера, понимаешь, что ему нужно, родными мы становимся. Потому что у меня есть подопечные. Я как-то задалась целью, посчитала, сколько я людей вот обслуживала за время вот моей работы и насчитала где-то более 60 человек. И я их, ну, практически всех помню. Первых самых своих супругов Мухиных, Соколовскую, Стефанию Адольфовну, Бочановскую, Валерию Брониславовну, Кашуру Валентину Федоровну. Она курила Беломор со времен войны. Это было, ну, это ее такое вот было. Хоть ей же было очень много лет, но вот это была она вся вот в этом. Наверное, мне повезло. У меня очень хорошие были мои подопечные. И есть, я даже не припомню каких-то таких конкретных конфликтных ситуаций, чтобы было в моей практике. Эльвира Шабанова отмечает, общение с подопечными приносит пользу двум сторонам. Она им помогает во всем, а они делятся с ней своим жизненным опытом и дают советы. Они же мне все как бабушки, как дедушки, да, меня называют там, кто внученькой, кто доченькой называет. Научилась, ну, во-первых, трудолюбие. Они же вот старые закалки люди. Это трудолюбие огромнейшее. Это ленности никакой, ну, никогда. Терпению тому же самому, какой-то рассудительности, спокойствию. Учишься от них, конечно. Удовольствие от работы получаете? Ну, а как же без него? Нет, ну, когда ты помог человеку, когда ты видишь, что качество его жизни улучшилось, что он доволен, и ты прощаешься, машешь ему рукой на прощание, тебе машут в ответ. Конечно, это радость от этого. Радость, удовольствие. Быть медсестрой Красного Креста непросто. Кроме физической нагрузки сложно морально, ведь работать приходится с пожилыми и больными людьми. Не может привыкнуть Эльвира Шабанова и к расставанию со своими подопечными, к тому, что они уходят из жизни. Любая смерть – это всегда тяжело. Любого родного человека, близкого, когда мы слышим, или знакомого. А когда человека обслуживаешь 10-17 лет, 22 года, конечно, это очень сложно. У меня был подопечный Борис Петрович, который практически умер у меня на руках, которому приходилось закрывать глаза. Это бывший военный отставник, 99 лет. Он практически в здравом уме. Так сложилось, что он одиноко уже закончил свои последние годы. Жил, то есть, и вот пришлось его хоронить. Ну, многих, многих пришлось хоронить. Тяжело, конечно, тяжело. Семья Эльвиру Шабанову во всем поддерживает. Муж понимает ее влюбленность в профессию и желание помогать другим. Ведь он тоже медработник. Усталость, она у каждого накапливается в конце рабочей недели. Родственники, как я уже много повторяла, что, наверное, у всех медицинских сестер милосердия практически родственники, они же волонтеры. Вот, наши мужья, и у меня, и у моей коллеги. Это где-то кому-то починить компьютер, кому-то починить тахту, привезти картошки, помочь там где-то еще в каких-то хозяйственных вопросах, покосить траву в том же огороде, там ветки в деревьях спилить. Наши мужья, наши родственники помогают в этом нам. Поэтому нет, такого нет, чтобы кто-то сказал, меняй профессию и занимайся чем-нибудь другим. Когда я закончила Слонимское медучилище с красным дипломом, была мечта поступить в институт. Ну, так сложилось, что поступила в семейно-экономический институт, создала семью, дети пошли. Ну, а так нет, наверное, бы ничего не поменяло. Наши дети – наше продолжение. У меня старшая дочь – врач. Вот, то есть она пошла выше. Младшая дочь – экономист. То есть, наверное, ничего не поменяло. Слава говорится Богу, что так все сложилось в этой жизни. Эльвира Шабанова старается постоянно совершенствоваться. К примеру, в течение четырех лет она обучалась методике кинестетикс – методике восприятия движения, где учится правильно двигаться и при этом взаимодействовать с другими людьми. Данная методика направлена на сохранение здоровья того, кто ухаживает, и развитие двигательной активности того, за кем он ухаживает. Руководство Дорожной организации Белорусской железной дороги Белорусского общества Красного Креста заметило, насколько эффективно сестра милосердия из Лида использует в работе инновационные методики медико-социального ухода и представила ее к награде. Медаль имени Флоренс Найтингейл Эльвири Шабановой вручил исполняющие компетенции председателя Президиума Белорусского общества Красного Креста министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пеневич. Это было очень неожиданно, очень волнительно. Это было море эмоций. Даже, наверное, слезы проступили на глазах, потому что это очень серьезная награда международного уровня. Как мне уже потом говорили, было более 300 кандидатов отобрано со всего мира. Вот на эту награду посылались вот эти представления, характеристики. И было награждено 25 человек. Из них две медицинские сестры из Беларуси. Это главная медицинская сестра Белорусского общества Красного Креста Бузель Людмила Ивановна. Ну и я медицинская сестра Лицкой узловой организации Белорусской железной дороги Белорусского общества Красного Креста. О том, что она удостоена медали имени Флоренс Найтингейл, Эльвира Шабанова узнала 12 мая, в День медицинской сестры. А вот вручение награды состоялось в Минске накануне Дня медицинских работников, 17 июня. Эльвира Николаевна благодарна всем, кто помогает ей в работе. А в списке немало неравнодушных к чужой беде. Это значит, что милосердие сегодня не пустые слова, а реальная помощь людям. В праздничном календаре Беларуси появился новый праздник, точнее День молодежи, который ежегодно в нашей стране отмечался в последнее воскресенье июня, переименован в День молодежи и студенчества. Изменения направлены на повышение статуса студенческой молодежи и ее роли в общественно-политической жизни белорусского общества и государства. А также они будут способствовать объединению студенческой и работающей молодежи на основе лучших традиций преемственности молодежных движений. И в продолжении молодежной темы. Неделя молодежи в Лиде завершилась ярким праздником, который развернулся у стен замка. Суббота в нашем городе была объявлена Днем молодежи и здоровья. Мероприятия для лечан и гостей города организовали отделы культуры и спорта и райком БРСМ. Самыми захватывающими получились велопробег и фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна». Площадка у стен Лидского замка в субботу стала настоящим молодежным центром. Сюда пришли не только те, кто молод по паспорту, но и те, кто молод душой и готов на любые авантюры. Старт Дню молодежи и здоровья в Лиде был дан в 14 часов. В это время состоялось открытие фестиваля «Молодежная волна». Гостей праздника приветствовали коллективы Дворца культуры, а также ходулисты из Минска. Пока одни отдыхали культурно, другие решили, что суббота должна пройти спортивно. Поэтому приняли участие в велопробеге «Здорово-здорова». К моменту старта у стен Лидского замка собралось порядка восьми десятков велосипедистов. У меня есть велосипед, и я не вижу повода сюда не приехать. Я люблю кататься на велосипеде. Второй раз я принимаю участие, всего лишь второй, поэтому будет каждый год, я буду принимать участие. Я просто получаю довольствие от катания на велосипеде. Мы решили принять сегодня участие в этом замечательном мероприятии, в связи с тем, что проходит неделя молодежи, и мы себя чувствуем молодыми, уверенными в себе, этим будущим покоением, которое сделает нашу страну замечательной, свободной и целеустремленной. Маршрут велопробега проходил по улицам Замковой, Ленинской, Качана, Тавлая и Советской. Финишировали участники на центральной площади города, где состоялось награждение самых маленьких велосипедистов и самых возрастных. В рамках недели молодежи нами был организован велопробег «Здорово-здорово». Цель мероприятия – это, конечно же, приобщение к здоровому образу жизни и к велодвижению личной. Участие принимали наши простые горожане, все, кто пожелал, и маленькие, и взрослые, и молодежь, и пенсионеры. Я думаю, что все зарядились энергией, будем в дальнейшем проводить подобные мероприятия. Пока велосипедисты колесили по городу, на сцене улицкого замка зажигали танцевальные коллективы. Здесь выступали студии современного танца «Арт-дэнс-студио» и «Зайцев-дэнс», студия «Брейк-данс-танца» «Мэтт Кэпс», а также танцевальный коллектив «Черевички» Дворца культуры. Посмотрев хореографические номера, гости праздника отправлялись в путешествие по интерактивным площадкам. Среди них была и площадка Лицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям. На ней специальная техника, которая позволяла всем почувствовать себя настоящим спасателем. Можно было посидеть в пожарной машине, примерить боевую одежду и потушить импровизированный огонь из пожарного ствола. Примерим? Собой. Я померяю. Памеряю. Фотографию показано. Папа. Тяжелая карта. Данная площадка в стиле МЧС, она направлена, конечно же, на обеспечение основам безопасности жизнедеятельности в случае возникновения пожара. Также проводились беседы с детьми, с их родителями об основных правилах безопасного поведения на воде в такой жаркий период времени. Оговаривались моменты безопасного правила поведения в лесах во время жары. Не оставалось без внимания площадка Лидского отдела Департамента охраны МВД. Здесь гостей встречал дружелюбный четвероногий друг сотрудников отдела Овчарка по кличке Кенни. Служебный пес послушно выполнял все команды и был рад любому вниманию. Хорошо. Так как в Лиде отмещался День молодежи и здоровья, то свою площадку представил на празднике и райком БРСМ. Ее девиз – БРСМ – территория позитива. Создавали же настроение и дарили позитив другим волонтеры БРСМ. Они проводили конкурсы и викторины. Сегодня работает молодежная площадка БРСМ – территория позитива, на которой каждый желающий может поучаствовать, проявить свои таланты, попробовать себя. Кроме того, мы проводим розыгрыши и надеемся, что у молодежи это интересно участие в нашей программе. В рамках фестиваля «Молодежная волна» в субботу в Лиде прошел семейный фестиваль «Папа-фест». Смелых и отважных пап, которые не побоялись подняться на сцену и выполнить задания организаторов, оказалось четверо. Не так и много. Но это были лучшие папы. Они преуспели в кулинарных, хореографических и спортивных испытаниях, а также поразили умением на скорость завязывать галстук. Зрелищным получился конкурс по перетягиванию каната. К командам «Пап» присоединились все – и дети, и взрослые. Уж очень хотели помочь участникам «Папа-феста». Какая музыка соответствует? Давай давай тянем! Аплодируем, аплодируем нашим командам! Папа был лучшим папам! Города Лидия! Давай, давай! Нет, все просто было легко, нормально. Получил заряд эмоций, энергии? Конечно, получил. Было весело, интересно. Причем еще с друзьями тоже было интересно. Танцевальные конкурсы – все было круто. Еще не закончился «Папа-фест», как и в Лидии – пошел дождь. Так как его все ждали, то настроение он никому не испортил. Три человека пострадали в ДТП на трассе М6 на территории Лидского района. В воскресенье днем у поворота на агрогородок Ваверка столкнулись две легковушки. От удара «Опель» оказался в кювете. Чтобы достать из его салона пострадавших, понадобилась помощь спасателей. Водитель автомобиля «Хундай» двигался по автодороге М6 Минск-Гродно со стороны города Минска. А автомобиль «Опель» выезжал со второстепенной дороги со стороны деревни Ваверка Лидского района. 63-летний водитель автомобиля «Опель» не убедился в выполнении своего маневра, в результате чего произошло столкновение. Удар пришелся в левую переднюю часть автомобиля «Опель». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 63-летний водитель и 61-летняя пассажирка автомобиля «Опель», а также 62-летняя женщина-пассажир из автомобиля «Хундай», которая с телесными повреждениями были доставлена в Лидскую центральную районную больницу. По данному факту госавтоинспекции проводится проверка, которая позволит точно установить все факты и обстоятельства данного дела. Госавтоинспекция в очередной раз обращается к водителям. Помните, что при выезде со второстепенной дороги на главную нужно убедиться в безопасности своего маневра, пропустить все транспортные средства и только после этого совершать различного рода маневры. Запрет снят. В связи с изменившейся погодой, снижением температуры и выпадением обильных осадков в Лидском районе установлен первый класс пожарной опасности. По этой причине введенный на прошлой неделе запрет на посещение лесов снят. И это хорошая новость, ведь так хочется провести в лесу хоть несколько часов. Сейчас такая возможность есть. Наслаждайтесь летней природой, ведь она заставляет забыть о работе и проблемах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова